всем привет на канале удачман сегодня я хотел бы с вами поговорить о легализации марихуаны у нас в стране вот уже второй месяц идет как наш вот эксцентричный министр здравоохранения карл лаутербах представитель партии спд все-таки блин праздновал потом все хорошо праздновал потому что он добился легализации легких наркотиков по всей территории страны я честно сказать не придерживаюсь его интересов не придерживаюсь его мнения потому что наркомания и здоровое социальное общество это как небо и земля нож я хотел бы поговорить просто об первых последствиях которые мы сегодня имеем место наблюдать на территории страны в частности на территории баварии эта земля в которой мы проживаем как только бундестаг принял закон о разрешении вот этой вот о легализации этой конопли включающий себя для личного пользования если вдруг вас полиция где-то на дороге остановит и обнаружат у вас в кармане мешочки с этой марихуаной то по весу не больше 25 грамм на одну персону это разрешается потом если вот все это все что включает себя это легализация дома вы имеете право выращивать максимум три кустика этой конопли вот так три кустика но кустика же бывают разные вы меня понимаете так вот после всех вот но вся эта фигня все там муть после всех вот этих легализаций в баварии в течение одного месяца чуть ли не каждый день выходили запреты а именно запрет на курение вот этой вот дряни марихуаны на территориях около детских площадок детских садиков школ категорически запрещается курить эту гадость в школах вплоть до отчисления из школы и штрафа как минимум 1200 1500 евро это первое второе запретили категорически запретили во всех ресторанах забегалов как там вот этих пив барах дискотеках и так далее курить вот эту вот дрянь вплоть до сильнейших штрафов потом вот у нас сейчас весной идут вот эти вот аттракционы вот эти с каруселями балаганы вот эти вот на их называем потом будет этот гигантский этот октоберфест тоже приняли закон о том что категорически запрещается курить вот эту вот гадость по-другому ее не назовешь это не грето это гадость это дрянь это наркотик категорически запрещается курить эту гадость в местах общественных вообще общественного скопления то есть вот эти вот праздники все вот эти аттракционы стадионы и так далее потому что все это будет караться сильнейшими денежными штрафами с одной стороны теперь давайте мы посмотрим на вот эту вот долбанную легализацию марихуаны с нескольких позиций позиция 1 отчисления в государственную казну в принципе карл лаутербах посодействовал тому чтобы государственная казна за счет вот этих вот мелких теперь уже мелких правонарушений пополнялась и причем пополнялась хорошо потому что очень много молодых людей пытаются шмалить вот эту вот дрянь марихуану и естественно если они попадаются то они вынуждены платить штрафы позиция 2 опять же если вот эта вот легализация проходит скажем так свой вот этот испытательный срок в несколько месяцев то карл лаутербах 100 процентов будет пытаться добиться легализации еще какой-то дряни для того чтобы дестабилизировать здоровое состояние населения в стране тем самым создав ну скажем так толпу бессловесных баранов и выполняющих все прихоти какого-то непонятного глупого правительства вот это вот только первые две позиции позиция плюс и позиция минус теперь давайте посмотрим на это еще со стороны полицейских с какой-то в какой-то степени полицейские сейчас немножечко разгружены избавлены от вот этих вот сумасшедших поисков наркоманов вот этих которые курят эту марихуану и распространяют ее дальше и полицейские могут теперь уже немножко скажем так вздохнуть от этого потому что им не надо уже гоняться за каждым человеком если у него допустим в кармане обнаружится мешочек там 10 или 15 грамм вот этой вот дряни конопли раньше зовут эти вот мешочки им давали штрафы конечно ставили их на учет в базу данных полиции выписывали им штрафы но они все равно шмолили эту дрянь они все равно шмолили тоже это же наркотик если стоит один раз попробовать они уже не отвязываются также как вот эти вот амфетамины кристалл нет там кокаин героин другая всякая дрянь много все 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 это вот фигни и от наркотиков уйти это не так-то легко многие говорят да блин плевать нафиг один раз попробовал и все потом можно спокойно жить дальше если ты умный если у тебя умная голова но если у тебя умная голова ты как его к этой дряни даже никогда не прикоснешься разве не прав так вот очень многие граждане депутаты бундестага жутко недовольны тем как бавария именно бавария отреагировала на вот эту вот конопельную легализацию высказывание от многих партий кроме партии афд если вас интересует именно мое отношение к партии афд или ставилась сама ситуация в стране чем дышит страна как вообще население и политические партии относятся к этому афд мы с вами поговорим в другой раз но в бундестаге очень многие партии представители вот этих вот партийных фракций выступают с негативным отношением по поводу того что бавария идет в разрез с указаниями с принятием этих вот законов бундестага и в частности вот этот легализация этой долбаной марихуаны мол как это так если по всей стране это разрешили то почему в баварии это запрещают потому что в баварии в первую очередь правительство более-менее здравомыслящие здесь в правительстве не сидят полу наркоманы и полуалкоголики каких можно увидеть блин в прямом эфире бундестага здесь действительно люди с высшим образованием думающие экономисты политологи политики которые знают что здоровье страны это самое самое главное богатство вернее здоровье народа страны это самое самое главное богатство не не вот это вот дрянь вот эти деньги и тому подобное деньги дело наживное было бы здоровье а все остальное приложится и карл аутербах тоже высказался причем высказался так что вы знаете я жаль вот я не сохранил его видео он высказывался по поводу своего отношения к всем запретам вот это вот легализации марихуаны на территории баварии легализировали по всей стране но он конкретно высказался негативно по отношению баварии и в частности нашего премьер-министра маркуса зёдера сказал он следующее зёдер я таких как ты съедаю пачками в день по утрам как гвозди на завтрак я настолько сильный и могущественный человек что против меня ты никуда не попрешь это сказал лаутербах министр здравоохранения страны тем более вы знаете этот человек он когда он выступает когда он где-то что какую-то речь говорит может быть у него так и просто такая речь не связанная не знаю но создается первое впечатление что он постоянно под шофе он постоянно в каком-то подпитии вот это тут министр здравоохранения страны это же невозможно а когда и вот именно вот так вот вот именно так как будто как будто он бухнул и и не опохмелился и он пытается нести вот эту вот лабуду таким вот этим вот пьяным голосом мало то чтобы не знаете вот многие люди у нас ухмыляются смеются да блин весь мир смеется над германией в последнее время весь мир смеется над германией в последнее время потому что у нас тут и правительство блин ненормальная блин и политики блин нет мира сего и фиг знает кого блин наша страна поддерживает вернее политики поддерживают вся страна против а политики поддерживают и поэтому чтобы как-то более-менее снизить риск народных волнений могущих возникнуть среди населения правительство пошло на уступки вот это вот скажем так полупьяного министра здравоохранения и дало зеленый свет конопле вот этой вот марихуане потому что как говорится забери у немца блин пиво и сосиски и он возьмется возьмет оружие и скинет нафиг свое правительство и для того чтобы люди не соображали что правительство делает людям официально разрешили стать наркоманами людям официально разрешают постоянно даже на работе бухать пиво где в какой стране нормальной промышленно развитой стране вы увидите чтобы допустим сотрудник на заводе на автомобильном заводе в день выпивал 5-6 бутылок пива и за смену и стоял все равно у станка или там вот около этих роботов и обслуживал их где вы такое видите а у германии пожалуйста я сам работал на заводе бмв четыре года я всю эту фигню видел там у нас были уникумы которые блин вы знаете они они за смену смена длится там 9 часов они за смену выпивали блин чуть ли не ящик пива вот эти вот уникумы это нормально это нормально потому что если запретить человеку вот такие вот скажем так мелкие шалости пиво на работе блин марихуану в кармане то жди от человека диких возмущений диких вот этих вот волнений которые он будет сам создавать и требовать чтобы правительство ушло в отставку это помните когда-то был анекдот в советском союзе гулял анекдот дзержинский звонит ленину в москву и говорит владимир ильич на костромской разъездной станции мужики пришли в волнении начали вас возмущаться нам срочно нужно две канистры спирта ленин теле трепирует ему обратно почему вам нужен спирт мы же вам полгода назад присылали не канистры 2 цистерны спирта почему вам нужен спирт дзержинский отвечает обратно они начали трезветь и спрашивают по что убили царя батюшку вот так и здесь так и здесь вот эти вот предвыборные за год за полтора предвыборные шаги правительства которые некомпетентно в своей деятельности способствуют тому чтобы люди многие особенно молодежь голосовали за вот этих идиотских правителей которые сегодня у нас находятся у власти и отдавали за них свои голоса на выборах но ведь это же неправильно согласитесь это неправильно это получается что благодаря вот этому вот ненормальному министру здравоохранения страна и особенно субтильные вот эти вот подростки которые блин подвержены влиянию со стороны они впитывают в себя абсолютно все как губка и порой даже не умеют фильтровать информацию они станут наркоманами то есть этот полудурок хочет чтобы у нас в стране были наркоманы но это же идиотизм елки-палки как вы считаете и и Субтитры сделал DimaTorzok